Всем привет! На канале новый влог. А у нас холодина на улице. Пацанов забираем со школы. Чешут у нас друзья. Сейчас пока попрощаются. Слушайте, они так быстро обрастают. Это капец. Просто время так быстро идёт. Может уже пойти учиться на парикмахера, чтобы их стричь. Семёный год? Такие весёлые со школы идут, а уходят в школу. Капец какие. На конях всегда с утра нелиспанные. Привет! Привет! Как делаешь? Нормально. Привет! Клаков, ты поснимали опять? Ага. И завтра опять будут грязные, да? Ага. Едем домой. Всем хеллоу! Новый день точно, да? Если, конечно, мама не начинала видосик уже влог, не знаю, ей монтировать. А что на связь вышел? Ну всё, как обычно. Мальчишек мы отвезли на тренировку. Точнее, я отвёз. И сейчас вот приехал за Фёдором, потому что у него тоже тренировка переносится со среды на вторник, да? И, кстати, в среду она была позже, на 18.30. А перенеси на вторник? На час. На час раньше начинается. В 17.30, да. Но я что к чему? С Фёдором шли с сады. Я взял его за руку. Ребёнок сидел, кушал. Вот он вышел, оделся, прошло время. Взял его за руку, а рука холодная. Спрашивает, ты что, замёрз? Он говорит, ну да, холодно было спать. Это вот настолько погода, скажем, поменялась. Так, секунду. Было 25 градусов. Здесь, смотрите, всего лишь 11. Ну, может, у вас, наоборот, будет фронтальная камера просто включена. Я уже, чтобы не бегать туда-сюда. Ладно, нормально покажу. Вот, вы видите, 11 градусов. Ну, и Федька говорит, что он замёрз, пока спал. Это проснулись минимум полчаса назад, если не час, да? Покушать успели, подвигался, пока одевался и замёрз. Отопление отключено у нас. В Витебске, я слышал, в новостях начали заново включать более северный город. Не знаю, там не слышал. Ну, Минск, Могилёв, Гомель, но Витебск, Витебская область, там начали включать, потому что прохладно. Ну, а у нас, как и в Гродно, у одних из первых отключили, было теплее всего. А теперь мёрзнем, да? Я, кстати, сегодня на ночь тоже отопление дома включу, потому что у нас идут несколько дней. Там, не знаю, 4 или 5 дней до конца недели. Ночью до плюс 1 будет падать температура. Угу, поэтому включим, будет холодно спать, если не включим, замёрзнем. Ладно, что, поехали переодеваться на футбол и у тебя тренер, да? Погнали! Пока, мои на футболе, у меня тут проверка лайфхаков. Короче, я забрызгала душевую и плитку в душевой раствором лимонной кислоты и средством для мытья посуды. Говорят, что оно действует вот, ну, будет вот этот вот налёт на душевой кабинке отмывать. Посмотрим, сработает или нет. Пока запрыскала всё, ждёмся минут 20, потом буду мыть, посмотрим. Пока время выжидаю, замутила уже творожную ватрушку какую-то, ну, не тоже творожную ватрушку, рецепт опять же-таки нашла. Творожное тесто и корица с сахаром и завернула рулетик, потом покажу, если получится, а пока пойду проверять душевую. Ну, что вам сказать, лайфхак рабочий, всё шикарно отмылось. Я вам, конечно, не показывала, какой был дом, с меня ещё тот блогер, но до я недавно, в принципе, мыла душевую кабину. Плюс у нас есть такая чудо-вещь, водосгон называется. И у нас каждый член семьи после того, как примет душ, всегда сгоняет всю воду, поэтому у нас она никогда не бывает очень грязная. К нам даже недавно заходила дизайнер в гости и говорит, Аня, вы что там, не моетесь? Я говорю, моемся, просто у нас, видите, дрессировка, такой прекрасный агрегат, агрегат есть. Так что три чайные ложки лимонной кислоты, три чайные ложки средств для мытья посуды, заливаем всё горячей водой, раз, ну, размешиваем и в пульверизатор запшикиваем, полчаса ждём, потом смываем. Пользуйтесь, не благодарите. А ещё, конечно, посмотрела, вот видите, у нас так зелёненькое, 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 но вообще надо менять полотенце на однотонное, чтобы было красиво. У нас и там зелёненькое. Короче, в идею записала. Ну, это Фёдор так кушал. Ну что, поедание пирожка, очень даже ничего, говорят, даже Фёдор съел почти два куска. Да, Федор? Гошаныч пошёл мыться. Тут у меня, видите, хранение телефонов, ибо все их всё равно берут, поэтому я их тут собираю. Приятного аппетита. Ну что, у Фёдора разминка перед разминкой. Пацаны взрослые, им не холодно на улице. Вон Гошан. Хоп. Его задача забить, поменялись, он уже был защитником. Что, закатится? А, закатился, отлично. А вон Ярик, видите? В салатовых бутсах, да, вот-вот-вот, тоже пытается Ваню лазут обыграть. И решить надо. Ай, и не попал. Видно, термаков-то забыл, в балоньке бегает. Ну, а вот Федос. Разминка перед разминкой, да, Федь? Зато не холодно. Потому что реально ветер дует, капец у нас. Небо всё затянуто. Похолодало. Бррр. Уже к теплу привыкли. Ну что, поменялись местами они. Я, в смысле, вот Фёдор после тренировки уже играет. Главой подавал. Бежать, защищать. Отбирай. Ещё. Всё. Короче, бегают. А его поддерживают. Гоша с Яриком. У них трени закончился. И криволец, да. Шутку. По-настоящему ковалец. Ну, понятно, что Ко. Ко, Ко, Ко. Ого, завалил. Стосямбу. Для любителей футбола, минуточка футбола. Ближе. Ну что, вернулась банда со своих всех занятий. И что-то вкусненькое кушает, да? О, папа приготовил ужин. Яичница с беконом. Да, мама салат сделала. Короче. Ой, как вкусно. Ярик в душе. Просто яичница. Яичница по-новому нет. Яичница по-новому нет. Она не подгорает. Это интересно. Короче. Копас с беконом. Ну, ты ещё и вон себе халопушек накидал. Халопушек это перец. Я сегодня халопушек не кидала. Ой, зима. Приятного дня. Спасибо, я вас поела. Так, Коша, ты себе салат накал что-то? Так. Так, у нас сегодня шопинг. Без рисунка? Без рисунка. Просто базовые футболки. Короче, просто, да. Надо вывернуть. Можно сеть вывернуть? Короче. У нас без рисунка. Что там у нас? Да, белую. Такую бледно-жёлтую. Да, она не белая. Она с голодезной такой. Это такой чистый белый цвет. Ну, такая же, просто жёлтая. Вот такая же, только жёлтая. Бум. Так, пацанов прикольные. Футболочки. Ну, и две одинаковые. Покажу одну. Такие вообще прям гипнотические. Входят такие типа оверсайз. Потому что у нас вообще папа закрывались, магазины. Буслик и Кирдык. Ну, только Дед Мир остался, детский. Покупать особо. И в детском мире. Но в детском мире там такие, ну, фирмы, там где цены, мама дорогая. Короче, Вальберис нас спасает. Так, тут я заказала папе своему в подарок. Мама сказала, ему надо в подарок набор пилочек. На Пасху. На Пасху. Короче, здесь набор пилочек. Вот эту штучку, щёточку, я себе заберу. И вот эту штучку тоже себе заберу. Короче, папе, это нам пилочек. Тут четыре пилочки, я думаю, ему хватит. А брелков было сколько? Было три, два забрала. А, два тоже забрала. Это у нас остался этот. Тома-джелик. Такой. Это я себе на сумочку. Ну, сейчас типа в тренде. Ну, и там на сумке видишь, я покажу. Да. По два рубля. А тут у меня панда. Вот. И ещё мы, наконец-то, заказали себе почтовый ящик. Потому что такой почтовый ящик с надписью, какой дом и какая квартира стоит, в три раза дороже. А мы нашли его на Вазберис. В три раза дешевле без надписи. Вы не кушали привет, пацаны? Кушали, я кушаю. Только кто-то один. Ну, вот так он будет выглядеть. Ну, классный. Чпунь. Надо закинуть туда кучу денег нам. Ключиком открываешь, и он вот так делает. А ключики есть? Да. Вот, такой лаконичный, да? Цвет металла нашего там, перил. Обычный простой ящик. Ну, красивый. Потому что есть такие колхозные, типа, как под... Ну, потом, я не знаю, циферку, может, найдём всё-таки какую-то 7-8 сантиметров. Ну, блин, хотелось бы такую побольше. Или сюда тогда небольшую. Ну, можно, да, троечку. Короче, вот такой вот у нас сегодня шалпинг. Распаковка. Примерка. Ну, в общем, такая маленькая, классная. С шортами, да? Будете носить. А кто-то тут точит. Наш любимый апельсиновый пирог. Ещё удивительно, что он после вчерашнего вечера... А потому что был тот, они, наверное, тот ели. Или не ели вы тот? Не ели. Не ели? А что ж вы ели тогда? А что не ели? Ты не ел суп, что ты ешь пирог? Короче, пацаны тренируются. Соня отвёз к репетитору. Мальчишки закончат. С ними поедем за Соней. Ну, пока Гоша и Ярик бегают. Они без салатовых манишек. Попробуй их найди. Ярик где-то в нападении. Вон, кстати, Ярик его нашёл. Так, а Гоша где-то в защите на том дальнем фланге. Вон он там был. Вот, по центру экрана он идёт. Наклонился он. Ну, а Фёдор зато нашёл подписчиков. У них то ли была, то ли будет ещё тренировка. Ну, и вот с ними играет. Чтоб не стоять, не мёрзнуть. Потому что его уже забрал с сада. То набивают, то бьют друг дружке по воротам. То пытались бегать. Ну, всё одно не холодно. Так, что? Вон подписчику. Вот это он у него. Футболочка с девятым номером, по-моему. Привет, Тос ему. Он нас сам узнал, подошёл. Ну, пусть поиграет. Так, ну а этих 2-2. Бегают, балдеют. Её по-русски!